Привет, с вами магазин на диване, и если вы прямо сейчас купите у нас пауэрбанк, то получите SD-карту в подарок. Что? Мне сообщают, что если вы позвоните прямо сейчас, первые 100 получат возможность купить жесткий диск с Wi-Fi со скидкой. И если вы купите все это вместе, то по полной цене вы получите вот такую маленькую штучку, которая содержит в себе все вышеперечисленное, и непонятно, на кой черт оно тогда нужно. Блин, сломали шаблон. С вами Вилсаком, и сегодня я расскажу о действительно классном девайсе, который нужен вообще каждому. Вот каждому. Вот тебе точно нужен. Потому что ты сидишь сейчас грустный, у тебя есть пауэрбанк, флешки, SD-карты, жесткие диски, и грустно тебе, потому что твоя мобильная жизнь уже не такая мобильная, как была раньше. А без пауэрбанка сегодня никуда, а флешечку надо, а ты затупил и купил iPhone на 16 гигабайт, и ты теперь не знаешь, что делать, и тут пришел дядя Вилсаком и подскажет тебе. Вот это решение, чувак, вот это решение. Поехали. Тот редкий случай, когда вот эта маленькая белая коробочка настолько классная, что мне даже как-то не по себе. Знаете, это чувство, когда вот прям вот хочешь докопаться до чего-то, вот прям такое ощущение, вот, ну хорошо. Вот прям хорошо, что настолько, что аж прям плохо. Вот это тот случай. Стоит она 5000 рублей, это главное, с чего мы должны начать. 5000 рублей. И что сегодня можно купить на 5000 рублей? Нормальный пауэрбанк, кстати. Вот этот встроенный 32 гигабайта памяти имеет, но стоит 160 евро, мать его. Я рассказывал о нем в ништяках про Apple. Это жесткий диск с Wi-Fi, который тоже очень крутой, но стоит опять же сильно больше. А эта маленькая штучка объединяет себе все и стоит 5000 рублей. В чем прикол? Да хрен его знает. Мне кажется, чуваки из Kingston что-то попутали. И непонятно. Есть, правда, версия Pro с 64 гигабайтами встроенной памяти. Она черная, матовая. И это, наверное, единственное, к чему бы я хотел докопаться сразу. Потому что белый глянцевый пластик сверху, он может затереться. Но это не тот девайс, который должен выглядеть красиво. Это ультимейт хреновина, которая должна быть в вашем арсенале. Почему, вы спросите? А вот давайте я расскажу сразу, что она умеет. 5400 батарея. Это Powerbank. Причем порт на 2 ампера. С помощью него я могу два раза зарядить iPhone 6 Plus быстро. Полтора. Окей, давайте будем честными. Два раза могу iPhone 6 зарядить. Могу реанимировать iPad. В общем, проблем с батареей у меня больше нет. Вот эта штучка всегда со мной. Особенно, если я куда-нибудь на длительное расстояние выхожу из дома. И я не беспокоюсь. У меня все схвачено. Это Wi-Fi роутер. Вы можете себе представить? У которого все современные стандарты связи присутствуют. 2.4 или 5 ГГц. Пожалуйста. Даже Ethernet вход есть. Зачем он здесь нужен? Ну, вы можете дома вместо роутера его использовать, например. Или в отеле. RJ45. Провод подключаем и получаем нормальный Wi-Fi. Который 100% будет лучше того, что по дефолту предоставляется отелям. Дальше едем. Это может работать как расширитель сигнала Wi-Fi. Как бридж, что-то в этом роде. Представим, что у вас дома есть Wi-Fi роутер. Ставьте лайк, если он у вас есть. Потому что, ну, он сегодня должен быть. Есть такое ощущение. Дальше. Скорее всего, есть места в квартире, которые, ну, плохо ловят сеть. И это самое ужасное. Ничего так не бесит, как хреновый Wi-Fi. Ставим эту штучку посередине. Подключаем ее к роутеру. Сюда подключаем свой девайс. И вуаля. Все работает. Стабильный, хороший интернет. И это, собственно, вершина айсберга. Самое интересное внизу. Мы можем сюда вставлять SD-карту. Подключать флешку. Жесткий диск. И шарить, таким образом, память на свое мобильное устройство. Как на Android, так и на iOS. Бесплатное приложение в магазине скачали. И используем. Для чего это можно все юзать? Во-первых, конечно же, для бэкапов. Потому что еще раз 16 гигабайт. iPhone боль, ужас и кошмар. Также сюда можно загружать медиафайлы. Фото, видео. И поддерживаются все основные стандарты. Если что-то вдруг не работает, можно открывать в стороннем приложении. Это сегодня нормальная история. И я считаю, что вот со всеми этими атрибутами это реально ультимейт-девайс, с чего я начал. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ну, как мне кажется. Ну, блин, это реально за 5000 лучший подарок кому-либо. И самому себе в первую очередь. Единственное, вы можете сказать, есть всякие китайцы жуткие, которые примерно то же самое могут вам предложить за чуть меньшие деньги. Но китайцы на то и китайцы, что, скорее всего, там сдохнет батарея через месяц. ПО будет какое-нибудь кошмарное на китайском. Ну, и, в общем-то, это не тот случай, когда стоит экономить. Вещь своих денег стоит однозначно. Вот такая вот история, друзья. Пишите еще раз в комментариях, что вы думаете. Но я, честно говоря, за последнее время приятно не то, чтобы впечатлен даже, или поражен, или удивлен. Я приятно осознаю ощущение, когда все хорошо, вот сбалансировано. Цена-качество соотношение классное. Я бы все, все. Я не могу ничего говорить. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер. Я прям вот, ну вот да. Пока.